Рак молочной железы лидирует в последнее время среди онкопатологий, но в то же время Всемирная организация здравоохранения уверяет, что ранняя диагностика рака молочной железы помогает излечить эту болезнь практически на 98%. Я приглашаю к нам в студию врача-эксперта медицинской лаборатории Ольгу Шабалтас. АПЛОДИСМЕНТЫ Ольга, здравствуйте! Так какую же диагностику мы проводим сегодня? Если говорить о раке именно молочной железы, то то, что рекомендуется проводить, это определение онкомаркера CA15-3 и желательно в комплексе с раковоэмбриональным антигеном. А ну вот есть ли какие-то суперспецифические онкомаркеры, которые являются важным критерием ранней диагностики? Всем нам, конечно, хочется сдать анализ и увидеть цифры. Есть рак, нет рака. Важно понимать, что эта методика является вспомогательной. То есть, по большому счету, если у вас есть какая-то наследственная предрасположенность, если вы занимаетесь своим здоровьем и хотите увидеть те поломки, которые происходят в организме на самом раннем этапе, то, конечно, это повод обратиться в лабораторию и сделать онкомаркеры. Но важный такой нюанс, что онкомаркеры могут быть в каких-то низких титрах, положительные, даже в норме, например, при беременности, при других каких-то хронических заболеваниях. Но если мы сегодня говорим о высоком или многократном увеличении тех самых онкомаркеров, о которых вы уже сказали, это, наверное, является тем самым критерием и признаком, что человеку уже что-то нужно экстренно делать. Да, обращаться к специалистам. И сейчас я предлагаю узнать, что такое онкомаркеры и какую роль они играют в нашем организме. Онкомаркеры – это специфические белки, которые выделяют клетки новообразований в процессе своей жизни в организме человека. Образование этих белков начинается с первых дней перерождения клеток, а в процессе роста опухолей содержание их увеличивается. Поэтому для диагностики оценивается как наличие, так и концентрация данных веществ. То есть получается, что онкомаркеры – это вещества, которые вырабатываются в процессе неконтролируемого роста опухолевых клеток, но в то же время иммунная система атакует эти клетки и выделяет специфические антитела. Это абсолютно верно. И я хочу подчеркнуть еще раз, что в зависимости от концентрации количества опухолевых клеток вырастает концентрация онкомаркеров. Если мы говорим про СЕ-15-3, то на ранних стадиях концентрация этого маркера минимальна. Если речь идет о рецидивах опухоли, либо метастазировании, то концентрация максимальна. Именно поэтому этот онкомаркер используется не только для первичной диагностики, предположения, что есть онкопроцесс, но и для контроля терапии и для раннего выявления рецидивов. Ну а у нас в студии появились, как всегда, вопросы. Есть ли особые условия для подготовки к этому анализу? Исключить прием, если это возможно, каких-либо медикаментозных препаратов, даже вплоть до того, что БАДы, биологически активные добавки, так, исключить также, если это возможно, эстроген, содержащий препараты и прогестины, они также могут влиять на этот показатель. Самое главное, женщинам необходимо обратить внимание на то, в каком состоянии они психоэмоциональном приходят, насколько они готовы сдать этот анализ. То есть нужно прийти, посидеть минут 10-15, в спокойном состоянии, настроиться на позитивный, положительный результат и в спокойном состоянии уже сдавать кровь. А ведь, Ольга, действительно, я сам знаю очень много пациентов, которые пошли, сдали анализы на онкомаркеры, в итоге получили ложно-положительные результаты и уже подготовились к самому худшему. Именно поэтому я хочу обратить внимание, что результат онкомаркеров должен интерпретироваться только доктором. Это не относится к однозначной, высокоспецифичной диагностике онкопроцесса, это лишь дополнительная методика. Вот это очень важно. Еще один вопрос, пожалуйста. Почему нельзя курить в передаче анализа и принимать лекарства? После выкуренной сигареты в течение часа вязкость в крови увеличивается. Это тоже может давать какие-то, скажем так, погрешности в измерении. То есть уже структура крови, она меняется, что тоже может повлиять на конечный результат. Когда цифра на границе, допустим, очень важно, до 8, допустим, в нашей лаборатории норма, условных единиц, до 8, может быть 7,9, 7,99, или 8,1, или 8,01, сотая. Вот эти вот моменты, все, которые могут повлиять, нужно исключить. Прием препаратов также могут окрашивать саму сыворотку, которая получается после синтрифугирования крови, окрашивать в более насыщенный, такой рыжеватый цвет. То есть концентрация билирубина повышается, и уже при измерении меняется оптическая плотность, которая непосредственно измеряется. Что ж, ну, мне кажется, мы нашим зрителям должны сказать, что курить – это действительно очень и очень вредно, помните об этом. Ольга, если говорить сейчас о женщинах, то есть женский организм, он очень индивидуальный, женский организм живет по определенной цикличности, то есть есть цикл. Вот как здесь быть, когда нужно сдавать, кто это скажет, кто расскажет? Здесь важно сказать, что рак молочной железы, он встречается и у мужчин. Пускай это небольшая цифра, это около 1%, но это действительно так. Поэтому не совсем корректно говорить о зависимости от цикла. Важнее еще раз обратить внимание, что эта диагностика требует дополнительных диагностических манипуляций. И, наверное, уместно сейчас проговорить про такие тесты, как генетические, генетическое тестирование. Если мы говорим про рак молочной железы, а у нас этот показатель делается вместе с онкомаркером определением рака яичников, называются эти два показателя Берсей-1 и Берсей-2, то здесь речь идет о том, что определяется генетическая поломка, мутация в генах, которая говорит о том, что в разы возрастает риск заболеть раком молочной железы. В частности, если мы говорим про рак молочной железы у тех, у кого выявлена эта мутация, то риски от 60 до 80%. А вот как долго делается такое обследование, исследование? Если мы говорим про онкомаркер молочной железы CA-15-3 и раковоэмбриональный антиген, который желательно делать в комплексе, то срок готовности один день. Если мы говорим про определение генетических мутаций Берсей-1 и Берсей-2, то срок готовности до 5 дней. Ну и мне кажется, обращение в профессиональные лаборатории как раз таки будет той самой уникальной возможностью что-то в жизни предупредить. Это абсолютно верно, потому что Синева это точная диагностика и быстрый результат. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...